Мне кажется, вообще в агропромышленном комплексе можно говорить про каждый год, что он был необычный, уникальный, не такой, как все, со своими сложностями, со своими радостями. Но, наверное, все-таки положительных моментов и в погоде, и по результатам было гораздо больше, чем сложностей, с которыми приходилось бороться. Для нас очень хорошо завершился текущий год, потому что мы передали 19 селекционных достижений на Государственную комиссию по сортоиспытанию. Мы, в принципе, никогда не стремимся к какому-то определенному количеству. Так сложилось, особенно по линейке гибридов подсолнечника, поскольку был большой упор на создание гибридов и сортов, которые нужны сельхозтоваропроизводителям. То есть это гербицидоустойчивые технологии, устойчивость к заразихе, совместная в одном гибриде, то есть это и сульфоустойчивость, и устойчивость к семирасам заразихе. То, что сейчас, в принципе, хотят видеть на всех полях сельхозтоваропроизводителей. Вот два таких гибрида мы передали. Также высоколиновый для клеорфилд технологии гибрид. Некоторые новинки, которых, в принципе, не было на российском рынке, это высокостеориновый гибрид подсолнечника. И еще много вопросов даже у нас с ним в технологическом плане, как мы его сможем использовать, как он будет помогать нашей перерабатывающей промышленности. Есть, и это уже работа, скажем так, будущего. По сортам я понимаю, что площади не такие большие, но все-таки крупноплотный подсолнечник. Сорта всегда в топе, и гибридов еще иностранных, распространенных, крупноплотных нет. И здесь мы тоже смогли создать заразихоустойчивые сорта, что очень важно. Проводим, конечно, собираем аналитику, стараемся. Нельзя похвастаться, что к концу года мы уже прям все собрали, еще кто-то готовился к следующему сезону. Но, тем не менее, те результаты, которые у нас уже есть, они нас очень радуют, потому что по Краснодарскому краю наши гибриды подсолнечника показали продуктивность 36-44%. Соя, несмотря на сложный, достаточно для сои, вот, показала 39-40 центнеров с гектара. Поскольку мы с соей пошли все-таки далеко за пределы Южного федерального округа, и у нас есть совместные сорта с Иркутским институтом, в Иркутске соя показала 30-31 центнер с гектара. Конечно, это победа с гектаром, да, и расширение площадей под культурой, которая всем очень важна и нужна. В Татарстане такие сорта показали 39 центнеров с гектара. Конечно, это радует и сельхозтоваропроизводителей, и нас, производителей семян. По льду масличному тоже есть хорошие результаты. Это в Тюменской области, допустим, наш сорт подсолнечника, устойчивый к гербицидам, показал 26 центнеров. А в Красноярском крае 32 центнера. Поэтому те сельхозтоваропроизводители, фермеры, которые соблюдают технологии, которые относятся к культурам с любовью, я бы, наверное, сказала, Стараются делать все агротехнические приемы, конечно, имеют возможность получать такие урожаи, которые радуют абсолютно всех. В 2024 году ожидаем, что импорт семян подсолнечника будет квотирован. А что касается сои, то по сои вообще обещают не закупать импортные семена, они не будут к нам поступать. Я думаю, что в ближайшее время, конечно, вот этот семеноводческий рынок, его перетрясет очень хорошо. Поскольку те семена, которые, ну, сейчас про подсолнечник немного расскажу, те семена, которые раньше завозили, их завозили уже, в принципе, для товарных посевов. То есть, в принципе, таких площадей, естественно, под участками гибридизации, а на всю страну нужно 70-80 тысяч гектар участков гибридизации под подсолнечником, у нас, конечно, не было. И нельзя сказать, что у нас были, ну, вот прям стоял полк специалистов, которые умеют хорошо этим заниматься и которые готовы поглотить абсолютно любые площади. То есть, это будет проблема, проблема с кадрами, которую в том числе придется решать. И, конечно, это конкуренция за хозяйство, которые умеют это делать. Там, где можно обеспечить качественное получение семян, все это будет присутствовать на рынке. Плюс сейчас, поскольку, ну, все-таки есть неразбериха, непонимание и огромное желание всех иностранных компаний остаться на российском рынке, то есть каждый будет стараться, я думаю, что даже произвести на территории России семян как можно больше, с тем, чтобы, ну, была возможность потом их реализовывать уже непосредственно на товарные посевы. Начинается перебивание цен друг у друга. Кто-то завышает, ну, особенно иностранные компании, конечно, это практикуют. Вот сначала завышают, потом что-то не получается или переключаются на какие-то, может, другие поля, отказываются. То есть, действительно, сейчас в плане закладки участков гибридизации, мне кажется, идет такая, ну, войной, наверное, назвать сложно, но очень жестокая конкурентная борьба, особенно за те хозяйства, которые действительно умеют это делать. Потому что одно дело посеять, там провести необходимые обработки, но сорта прочистки никто не отменял. И как раз то, что мы потом увидим на товарных посевах, очень зависит от того, смогут ли мобилизовать эти силы, смогут ли провести качественно работы даже по сорта прочисткам, то есть вроде как не совсем высокоинтеллектуальная работа, но, тем не менее, те специалисты, которые в этой области работали, они будут очень-очень цениться. Но участками гибридизации, как правило, допустим, ну, если перейти уже в них, то участками гибридизации, конечно, для нас больше занимаются дилеры и те, кто приобретает семинар родительских форм. То есть как раз задача институтов произвести вот эти родительские формы, которые потом пойдут на участки гибридизации. Конечно же, с этим тоже есть проблема, поскольку нужно нарастить значительно объем семян, и, собственно, ну, допустим, наш институт к этому, конечно, готов, то есть за несколько лет мы можем полностью обеспечить семенами родительских линий на участке гибридизации. Но мы понимаем прекрасно, что должна быть конкуренция, должна быть здоровая конкуренция, у сельхозтоваропроизводителей должен быть выбор, и есть ряд отечественных компаний, которые профессионально занимаются селекцией гибридов подсолнечника, есть несколько институтов, которые занимаются селекцией сортов подсолнечника, и вот как раз наша задача – это качественно произвести родительские линии. И, безусловно, то квотирование, которое планируется сделать, и то желание государства обезопасить себя, то есть все-таки то, о чем мы говорим, докторина продовольственной безопасности, мы каждый прочувствовал ее, и сейчас, когда общаемся с сельхозтоваропроизводителями, вот все, что мы, допустим, в небольших количествах произвели у себя на полях гибридов F1, их разобрали сразу же. То есть мы еще их не подготовили, мы их еще там не дочистили, но все понимают, что все-таки семена сеять надо, тем более наше широкое экологическое сортоиспытание, которое мы проводили в этом году на 135 точках, давало возможность и посмотреть на гибриды, и пощупать их, и все, люди пришли и разобрали все, что было. Ну, а поскольку у нас основная цель все-таки производства родительских линий, то дальше уже идет работа тех компаний, которые будут заключать договора на производство и закладку участков гибридизации. Поэтому, да, безусловно, это большая помощь со стороны государства для того, чтобы сломать, убедить и дать попробовать и убедиться в том, что генетика подсолнечника, в принципе, у всех одинаковая. То есть, да, какие-то, допустим, мы понимаем, что мы с какими-то качественными характеристиками, там, с той же гербицидоустойчивостью отстали на несколько лет. Но доноры все были иностранные, пока мы их заполучили, пока мы отработали. То есть, вот мы пришли, в принципе, на тот же уровень с тем же сортиментом, который сейчас есть у иностранных компаний. И теперь задача только качественно произвести, а дальше уже все это пойдет на товарные посевы. Что касается соли, здесь мне сложно сказать, какой объем семян есть, скажем, первой репродукции в принципе на рынке, поскольку все-таки соя, наверное, о каждой культуре можно сказать, что она специфична, что она имеет свои какие-то особенности. Соя очень футочувствительна. То есть, если мы говорим о том, что сорта создаются, допустим, у нас в Краснодарском крае, то, в принципе, мы можем с уверенностью говорить, что мы можем обеспечивать европейскую часть России, но при этом мы понимаем, что для Дальнего Востока все-таки сорта будут лучше те, которые будут на Дальнем Востоке и созданы и включены в госреестры. Но при этом сою мы можем размножать, и это несложно. И, по сути, те, кто умеет хорошо получать урожай, они точно так же могут хорошо получать семенной материал. Ну, главное, чтобы не было засорений. Но все это довольно легко решается. И я думаю, что сои в принципе не должно быть проблем, поскольку сортов очень много. В реестре у нас всего 220 сортов сои. Конечно, из них можно. Это причем российских, я имею в виду, то есть без иностранных. Конечно же, сейчас, когда все оригинаторы поймут, что нужно увеличить объем. И, конечно, это тоже большие затраты у оригинаторов по увеличению производства объемов семян. Особенно рискованно, когда ты производишь семена, а при этом, если вообще ничего не делать, начнется... Мне даже сложно представить. Если раньше предлагали путевку на Мальдиву, возьмите у нас семена, то что сейчас начнут тогда предлагать, когда будет перепроизводство, сложно представить. Поэтому, наверное, с точки зрения государства закрыть границы и восполнить рынок внутри страны, я понимаю, что все это просчитано и есть понимание того, что семян хватит. Я думаю, что это только будет плюсом. И опять же, никогда не надо забывать, что вот эта огромная стоимость семенного материала, который мы спонсировали долгие-долгие годы иностранные компании, это же все остается внутри страны для развития, в данном случае, агропромышленного комплекса. И, безусловно, какое-то там один-два года будет сложно и в моральном, наверное, даже больше плане. То есть это идет какой-то разрыв шаблонов, это идет смена представлений. Но, тем не менее, потом я уверена, что мы с гордостью будем вспоминать, какие мы все молодцы, что мы это преодолели. Хорошо. Да. Марина Валерьевна, вот в 23-м году в законодательстве появился, но точнее, наверное, будет сказать, что он вернулся, термин пространственная изоляция, который раньше в советские годы широко использовался. Вот в связи с этим, какие вы ждете изменения по требованиям новым? И упростится ли семеноводство или, наоборот, будет сложнее? Вы знаете, правильно вы говорите, конечно, что этот термин и, собственно, семеноводы всегда жили с этим термином пространственной изоляции, потому что все понимают, что качественные семена можно получить, только их соблюдая. И ведь раньше не просто так писали ГОСТы, не просто так писали нормы, и было изучено. И пчелопосещение, и на какую там дальность эта пчела может полететь. И все это, по сути, выстрадано и прописано многие-многие годы назад. То, что сейчас включили это в закон о семеноводстве, я думаю, что это очень положительный момент, поскольку он еще больше привлекает внимание и производителей, и тех, кто контролирует все это. То есть это Россельхозцентр, там Россельхознадзор, апробаторы. И это будет только помогать в получении высококачественных семян. То есть от этого, опять же, выиграет Сельхозтоваропроизводитель, потому что он получит качественный семенной материал. И понимаю, что сейчас, скорее всего, в регионах начнут обсуждать и прописывать свои законы о семеноводстве. Во всяком случае, вот в Краснодарском крае такой закон уже написан, будут проходить обсуждения. То есть очень хорошо, что и на законодательном уровне это будет закреплено, поскольку никто не отменял, как мы их иногда называем, такие рейдерские поселы. То есть заложили семенной участок. Особенно, конечно, это касается перекрестно-опыляемых культур. Заложили семенной участок. С соседями вроде бы договорились. Но тут сосед думает, а почему бы мне на этом не заработать денег? Ну вот остался у меня тут плачок земли. Иногда вот прям до слез обидно, там пять каких-нибудь китов. А дай-ка я тоже посею подсолнечник. Естественно, начинает оригинатор или тот, кто производит семена, опять договариваются. То есть вроде как уже договорились. И причем это происходит довольно регулярно. То есть все, с кем мы общаемся, кто производит семена, каждый год с этим сталкиваются. Сейчас сталкиваются больше. Начинают говорить, ну вот я с этого участка получил бы столько-то, вот заплатите, там хорошо я его запрошу. Ну то есть по сути это вымогательство. И конечно, если на законодательном уровне будут приняты сем зоны, будет соблюдаться пространственная изоляция, и при этом вот тот оригинатор, который производит там семена суперэлиты, элиты будет защищен от таких, ну скажем, наверное, все-таки непорядочных действий соседей, конечно, от этого выиграют абсолютно все в итоге. То есть не только тот, кто производит семена на начальном этапе, но и тот, кто потом выращивает этот товарный посев, который с высокой генетической частотой. Понятно, что с чем будет апелляция и какой результат будет получаться. Ясно, да. Хорошо, будем надеяться. Ну и, наконец, традиционно вопрос о планах на 2024 год. Прежде всего, конечно, интересно для сельхозпроизводителей, что даст сотрудничество с Институтом Всероссийским Научно-исследовательским масличных культур. Сельхозпроизводителей ждет рост производства наших семян. Наверное, это будет неизбежно. Повторюсь, что мы все-таки стараемся общаться и понимать, что нужно сельхозпроизводителям. Думаю, что по всем масличным культурам, которыми мы занимаемся, а это по 17 культур, то есть только капустных 10 культур, по всем есть какие-то новинки, которые создавались именно с учетом запроса или сельхозпроизводителя, или переработчика. То есть, если переработчика, это значит, что то, что вырастил сельхозпроизводителей, будет обязательно куплено, переработано. Поэтому в этом плане мы не переживаем. Со своей стороны мы будем, конечно же, наращивать объем семян, объем оригинальных семян, поскольку дальше репродуцирование все это будет, опять же, в том числе ложиться на плечи сельхозпроизводителей, семеноводческих хозяйств, ну а дальше уже товарные посевы. Я думаю, что вот в таком тандеме, тем более, что сейчас как раз и мы входим в консорциум как раз и с переработчиками и с производителями семян, я думаю, что вот в этом тандеме будет выпуск больше качественных семян, которые как раз пойдут на поля сельхозпроизводителям. Я хочу верить, что с высокой рентабельностью и от чего будут выигрыши все, и все будут получать удовольствие от своей работы и от полей, которые радуют глаз каждый день. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!